Признавайтесь, вам же ссыкотно идти играть отборы. Или же от мысли, что через неделю уже чемпионс, а вы все еще испытываете проблемы с игрой. Не можете получить результат даже в матчах, где вы вроде бы заведомо лидируете или же являетесь сильнее, чем соперник. В сегодняшнем видео мы с вами попробуем как раз таки пройти вместе отборы. Я вам покажу несколько схем и тактик. Сразу в описании оставлю ссылки на все эти три, точнее даже четыре тактики. Можно будет скопировать, вставить и использовать. И расскажу, как именно надо подходить, допустим, к тем же самым отборам, для того, чтобы не испытать проблем с результатом. То есть тут есть и психологические моменты, и в том числе и тактические, а также скилловые, которые будут влиять как раз таки на ваш результат. Давайте без лишних слов сразу переходить к делу. Ну и не забываем, что если вам все еще нужно приобрести игру, приобрести монеты или продавать свои чесно заработанные, или же через наш трейд-чат заработанные монеты, то сделать это все можно через нашего спонсора Александра Овечкина и его магазин Овикоинс. Ссылка на магазин в описании. Не забудьте использовать промокод AJAXFA, чтобы получить выгодную скидку наравне с официальным чеком из магазина. Дерзайте! Вы хотите сделать результат, да? Допустим, вы хотите сделать 5 побед. Или же там из 5 сделать 3. Что надо понимать? Во-первых, психологический аспект. Можете ли вы испытать проблемы во время ваших матчей? Будут ли проблемы, учитывая в какую игру вы играете? Спойлер! Будут в каком-то матче, или в нескольких матчах, или в матче, где у вас все идеально идет. В какой-то момент что-то пойдет не так. 100%! И изменить это, то есть как-то на это повлиять вы не способны. Игра так сделана. Включится гандикап, или там какие-то отсколки будут залетать. Все будет отлетать на соперника. Вы можете на это повлиять? Ответ один. Нет. На что вы можете повлиять? На свою реакцию на этот эпизод. То бишь, вы изначально должны принимать, что игра не идеальна. Мы с вами в одной из самых глячевых и самых поломанных игр, к сожалению, в серии. И надо изначально понимать, окей, что-то будет идти не так. Что я могу сделать? Я могу начать орать, конфликтовать. Я могу начать нервничать. Поможет ли это мне выйти из этой ситуации или исправить ситуацию? Нет. Негатив вам не поможет улучшить или справиться с глячами. Все, что вам поможет, это отсутствие реакции. То бишь, продолжать делать то, что вы делаете. Как говорила Дори, все плыть и плыть, все плыть и плыть. Идти к результату. Да, мяч будет отскакивать. Вы понимаете, что вам хватило бы в одном матче двух ударов. Сейчас придется пробить 8 раз для того, чтобы забить 2. Что поделать? Просто не реагируй. Чем ты спокойнее? Чем ты как раз таки сосредоточеннее на результате? Чем больше шанс, что даже в условиях гандикапа ты все равно заберешь свое? Это психологический аспект. Это мы приняли. Следующее. Тактическое. Перед тем, как выйти на матч, вы должны понимать, во что вы собираетесь играть. У вас есть состав. Вот я собрал, да? Небольшой маломальский состав и малоемальский. Вы должны понимать, во что вы играете. Допустим, я буду играть в 4-4-2. В базовой версии, в альтернативной версии. И также две версии тактики. Дефенд и атака. То есть защитная и атакующая. Если что-то будет идти не так. Если я буду выигрывать 2-0, надо будет сушить игру. Или же если я буду лететь там 1-2-0 на 70-е. Для того, чтобы идти всеми силами в атаку. Вы поставили игроков. Вы понимаете. Окей. Что эффективно на сегодняшний день? Эффективны. Спидбусты. Про которые есть видос на Boosty Patreon. Эффективны. Трикстер фейкшоты. Про которые есть видос на Boosty Patreon. Эффективны. L1 треугольники. Закидка через 2-го на 3-го. Они же через кикоффы. Доступны видео на ютубе. И допустим есть вот эти 3 механики. Берем за основу эти 3 механики. Которые делают игру. И вокруг них строим свою игру. Которая должна принести нам результат. В краткосрочной перспективе. Зафиксировали? Да. Поэтому у нас есть Bruno. Поэтому есть Yamal. Который будет стягивать. Гризман. Который на ложной девятке. Будет опускаться. И запускаться из глубины. Приняли? Приняли. И информация освоилась. Двигаемся дальше. Наша как раз таки тактика. Первая тактика. Основная база. С которой мы будем играть. Не буду долго рассказывать. Просто оставлю в описании как раз таки код. Дальше. Если что-то будет идти не так. Как я и рассказывал. Будет Defend. То есть защитная. Будет атакующая. То есть Defend будет 5-4-1. Атакующая 3-4-1-2. И альтернативная 4-4-2. Где будет уже стиль развития не баланс. И защита баланс. А контратака и высоко. То есть быстрый переход из обороны в атаку. И с высоким прессингом. В то время как в базе базовый будет баланс. Баланс. Подготовили. Техническая база есть. Тактическая база есть. Психологическая база есть. Понимание во что вы будете играть есть. Дальше что? Идем и делаем результат. Вот туда. Подзыв. Запускаем Гризмана. И туда. Через сторону третьего. Чуть-чуть не успели. Нормально. Обратно на Ямале. Сделаем Speed Boost. Так. Так. Еще. И в пустые. Отличная передача просто. Исак. Изумительная. Там на пустых воротах наш игрок был. Так. Еще одна шикарная передача просто. Поехали. Из глубины отправляем Беллингема. Забираем. Ямаль. На спидбусе. И левый. Порош. Исак. На добивание. К сожалению не справился. На второй этап. Вот туда пасик с ударом. Плохой удар. Но это цзшник был. Вот туда. Ложка. И вдальку. Не везет пока с отскоками нам. Правляем Беллингема в забег. И обрезаем к хуям собак. А вот это было красиво. Сам виноват. Сам виноват. Никак не реагируем. Мы как и говорилось в начале. Мы понимаем что мы сильнее. Игра даст ему рано или поздно забить. Игра дала ему забить. Поехали дальше. Раз. Два. Три. Принимаем. Выходим под рабочую ногу. И спокойно отыгрываем. Через как раз таки киков. Через игру. Через урона третьего. О котором мы говорили. Неа. Неа. А нет. Двигаем вратаря. Забираем. Потому что у нас центральный. Стоит ли мне объяснять что я на вратаря отдавал. Геймпад на экране. Вы все видите. Отдавал на вратаря. Игра просто отдала ни на кого. То есть там не то что не на вратаря. Там не было адресата другого. Просто у меня Икс. Пошел на ногу соперника. Который на пустых воротах. Играем дальше. Видим на Ван Дайка его закидку. И пропускаем еще один мяч. Полностью моя вина. Тут вратарь сам. Я не знаю почему вратарь туда побежал. Потому что я вратаря просто на ближку ставил. Никак не реагируем. Красавчик соперник. Никак не реагируем. На ближку. И вот такой удар. И на отскоке. Снова автоблоки. Вратарь лежа отбивает. Это как и говорилось. Мы понимали что так может быть? Мы понимали. Еще одна передача от меня. Просто пизду. И четвертый. Что мы делаем в этот момент? Три автогола. Три автогола сумасшедших. Сейчас мы переключаемся в атакующие. Потому что пора уже игру разворачивать. Жмем. Вот туда. И в ближак. Двигает вратаря. Мы это видим. И наказываем. А-а-а-а-а-а. Что? Перестало вести, братик? Перестало вести, да? Это игра поломанная. Дальше что будет происходить? Смотрите. Каждая моя передача. Каждая моя передача. Именно каждая моя передача. Неточная. Каждый его удар. Даже неточный. Отскакивает ровно ему на ноги. Помните первый тайм? Отвратительно играл. Никаких у него шансов не было. Что дальше происходит? Игра просто начинает меня уничтожать. Просто уничтожать. Я три автогола сейчас пустил. Три автогола. Отскоки у него. Он бьет. Отскакивает на него. Он отдает все точно. Все точно. Все точно. Бьет. Даже если не точно. Обратно. Отдает на него. Забираю. Мяч отлетает на километр от меня. Единственное, что мы можем делать в этой ситуации. Не дать результату этого матча. Не дать результату этого матча. Складываться на следующее. Вот видите? Я закидываю. И у меня просто не реголь. Игрока не включает. Который один на один вылетает. Его не включает игра. Перехват не включает. Перехват не включает. То есть этот матч. Он просто глячевый. И его надо проиграть. Его надо проиграть. И просто не реагировать. Часть еще может удалить. Запрос на ровном месте. Удожи удаляют. Нихуя. Не реагируем. Не реагируем. Спокойно докатываем. Возвращаемся обратно. Пробуем как раз таки нашу альтернативную. Но уже у нас нет крайнего защитника. Поехали дальше. Оп обратно. Сюда. На спид вусте. На пустые ворота. Забиваем еще один. Отправляем Гекериша и Гризмана. И закидка еще одна. Получили. Вышли. И в ближай туда. Четыре забили. Но опять таки слишком много автоголов. Слишком много автоголов. Невозможно выигрывать матч. Если ты забиваешь сам себе 17 мячей. Заканчиваем этот матч. Четыре-шесть. Принимаем поражение. Двигаемся дальше. Наша следующая задача. Выиграть четыре подряд. Четыре подряд. Даже не обсуждается. Парни. Почему-то следующие два матча. У меня ОБС сошел с ума. И записал в поломанных пикселях. Поэтому показать вам и ебать ваши глаза я не буду. Покажу лишь голевые атаки. И перейдем уже к моменту, где я заметил проблему. Перезапустил ОБС и записал уже в адекватном качестве. Во втором тайме переключаемся на альтернативу. Потому что мне не понравилось, как команда действует в базовой настройке. Поехали. На третьего. Перекидка от Гризмана. И первый гол есть. И забиваем сразу. Исаак. Хорошо. Через второй темп зашли. И туда финесик. Хорош. У Гризмана очень хорошие финесики. Пропускаем мяч через L2. И выходим на еще. Точнее R2. Ну у вас это R1, да? Видимо. Да у вас R1, да. Пропускаем мяч на приеме. Потому что понимаем, что соперник будет как раз таки подозревать. На приеме сжирать. И выходим опять-таки под левую рабочую ногу Гризмана под финесик. Забираем этот матч. Двигаемся дальше. Первая же атака усопененько. Гол. С чем мы его поздравляем? У нас, к сожалению, этих автоблоков, которые были у него, не было. Но не реагируем. Просто двигаемся. Все плыть и плыть. Все плыть и плыть. Так. Второй темп. Вот туда. Ложка. И в ближак сильно. Беллингем бокс-то бокс. Через второй темп. Хорошо залетел. И хорошо забил на последний гличевой. Атаки 45+. Отличный перехват от Гризмана. И в ближак видим, как вратаря двигает на дальку. Но мы же не из шестого дивизиона. Поэтому на вратаря мы смотрим. И лезем туда, в свободную зону, на третьего. Второй темп. Гризман под финесик. Ай, хороша была. Попытка была хороша. И тут на добивание. Хорош-хорош. Нико Уильямс прострелил. Доработали эпизод. И заколотили. Соперник, видимо, закончился. Не вытянул. Но тут не повезло. Видите, из-под прессинга я все-таки заколотил этот мяч. И соперник нас покидает. Ай, какой красавчик. Фланг. Второй темп. 14-я зона. Р1 пас. Сложный замах. Удар. Работает безотказно. Лови второй. Снова через фланг. Второй темп. 14-я зона. Запуск. На этот раз Гризман бьет уже три волы. Не должно было быть этого гола. Я думаю, что вы понимаете. Отсколки, отборы, попытки обратно забрать мяч, не допустить киксов. Но мы к этому всему уже были готовы. И мы на это все уже не реагируем. Все. Вообще похуй. Пусть игра делает что хочет. А мы будем делать то, что умеем. Вот туда. Вот туда. И третий. Хорош. Беллингем. На спидбустах залетели. На паузе. И на пустые ворота выкатили. И Далька. Хорош. Прочитал. Красавчик. Вот туда. Обратно. И во фланг. И вперед. Показываем под себя. Двигаемся вперед. Дальше. Еще раз делаем то же самое. Ближак видим. Второй темп. Беллингем. Еще второй темп. Гризман под Тривеллу. Ой, хорошо было. Вот туда. Через Болрол. И вближак на силу. Хорош, хорош. Вратарь вытаскивает. Отлично. Ай-яй-яй. Слабенько пробили. Уильямс. Еще. Побежали. Болрол. Вратаря нет в воротах. И Уильямс мажет. По пустым. Двигаем вратаря вдальку. И забираем. Читаем. Читаем соперника. Вот туда. Хорошо. Он думает, что я буду отдавать на Гекерыша. А я просто уйду в сторону. И снова не забью по пустым воротам. А тут вообще награды есть какие-то адекватные? Или мы просто так дурака валяли? Давайте посмотрим. Так, так, так. Магазин. Отличный магазин. Просто умопомрачительный. Аба. Я люблю эту игру. А. Вот. Вот эта награда. Да? Ну, спасибо. Давай попробуем. Конечно же, тут ничего не будет. Скипаем. Скипаем. Получаем. Говно по ебалу. Соглашаемся. Идем дальше. Ну, и 84+. Разумеется же, тоже. Ау, хулкаут. А ну-ка, вратарь сразу. Это Эдерсон. Или Алисон. Лучше Эдерсон. Лучше Эдерсон для L1-триугольника. Входная. Это Эдерсон. Да. Но, к сожалению, у нас облак есть уже. Причем тоже. А, этот продаваемый. Да? Этот будет продаваемый. Тогда это интересно. Даже давайте попробуем. Да, он продаваемый. За сколько он уходит? Ну, 20 тысяч. 25 тысяч за лутали. Хотя, я, наверное, попробую за него чуть поиграть и позабрасывать. Посмотрим. Ну, и на этом все, парни. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было полезно. Опять-таки, все коды на тактике будут по ссылке в описании. Если вас интересуют индивидуальные тренировки, аналитические разборы ваших ошибок на стримах или как вы хотите там инкогнито, то все ссылки на Boosty, Patreon или же ко мне в LS в Телеграме все в описании. Если же вас интересует трейд. Вы хотите зарабатывать монетки в игре, то есть у вас есть свободное время, вы хотите увеличивать свой бюджет, то добро пожаловать в наш трейд-чат отдельный. Также через Boosty, Patreon или можете через личные сообщения написать и узнать, как туда попасть. Крайне рекомендую, потому что у нас, ребята, там в течение первых недель-полтора уже умудрились там далеко за миллион уйти. Чего и я вам желаю по прибыли. А так, жду вас в группе в Телеграм, на Boosty, Patreon, на трансляциях, на Твиче. Еще слышимся. Берегите себя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok